Майские указы Владимира Путина о повышении зарплаты учителям в 2013 году продолжают выполняться. По плану, к концу года средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ должна быть не меньше среднеэкономического показателя региона. За Урали это 19,5 тысяч рублей. Как отчитался глава Варгашинского района Валерий Яковлев, по всем образовательным, культурным и спортивным учреждениям зарплата выросла до указанной суммы. На сегодняшний день дошкольное образование средняя зарплата 17,7, оплата 17,512 на 90% выполнена. Планируем, что к концу года в декабре будет 100%. Образовательные учреждения на сегодняшний день средняя зарплата планируется 25, 19,858, то есть 100%, даже 101,7% на сегодняшний день к плановым показателям. В Притобольном районе средняя зарплата в дошкольном образовании несколько ниже областного уровня. На это есть объективная причина. На ремонте находится самый крупный детский сад в селе Глядянское. Мы его будем планировать запускать только после Нового года, а они раз на ремонте получают где-то треть зарплаты, а остальное у нас сделано как положено. В Щучанском пока наблюдается чуть более 98% выполнения плана за счет невысокой наполняемости классов. К началу Нового года организационные вопросы пообещали решить. В целом задержек по выплате заработной платы в Заурале не будет. Особое внимание на заседании уделили качеству образования. Хотела бы обратиться к муниципальным образованиям, главам районов, чтобы мы широко все-таки проводили информационную разъяснительную работу педагогическим работникам. То есть большая доля бюджета Курганской области уходит на повышение заработной платы и, конечно же, отдача от педагогических работников тоже должна быть соответствующая. Повышение уровня зарплаты – не единственная мера привлечения кадров в образовательную среду. В частности, молодым специалистам выплачиваются подъемные пособия. Кроме того, начинающим педагогам с маленькими детьми предоставляются путевки в детские сады. Также предусмотрено безвозмездное субсидирование на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. Оксана Савакова, Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру.